Вот по вопросу, что такое наука, тут очень тонкий, потому что, когда вы, например, наукой считаете математику и обсуждаете некие вопросы, то есть серьезное основание думать, что знания обсуждаемые там носят абсолютный характер. Проблемы начинаются, когда доказательство некого утверждения занимает, скажем, 50-100 страниц. И когда вы хотите проверить, что доказательство правильное, то вы сталкиваетесь с тем, что вам, во-первых, надо доказать теорему, во-вторых, доказать, что доказательство правильное. И тут можно уйти в очень сложную рекурсивную схему, чем длиннее доказательство, тем труднее вам проверить истинность. Это принципиальный вопрос. Более того, есть такие теоремы в математике, которые решаются только с помощью использования некоторых компьютерных программ. Компьютерные программы – это уже тексты длиной в десятки тысяч строк. Проверить истинность десятков тысяч строк представляется совершенно невозможным. Тем не менее, в математике признается, что это может быть дополнительным показателем или аналогом доказательств. То есть, скажем, на начальном уровне утверждение математики воспринимается как абсолютной истиной. Чем дальше вы, чем труднее, чем глубже вы заходите в сферу математики, тем подозрительнее оказывается верификация утверждений. То есть, как бы, отсутствие абсолютности, скорее, вы воспринимаете как слабость нашего интеллекта. То есть, неспособность проверить все варианты, где вы ошиблись и где вы сказали правильно. Другая наука совсем начинается уже с места физики. Физика – это совсем другая наука. Во-первых, в физике ничего не обязательно доказывать. Почитайте статьи физиков. Ни в укор никому будет сказано… С точки зрения математики… С точки зрения математики, это все еще поток сознания, как и история. В целом, работа в физике – это попытка найти удобную и объясняющую некоторые феномены модель математическую. Люди, которые считают себя математическими физиками, в какой-то момент скажут, смотрите, какая красивая модель для объяснения явления, а теперь давайте об этом решать те дифференциальные уравнения, которые вот там сложились. А люди, которые больше относятся к физике как таковой, они скажут, смотрите, какую потрясающую модель мы придумали, а сейчас пойдем придумывать новую потрясающую модель. А как понять, что модель правильная или неправильная? Проводят вычислительный эксперимент. Чем более сильные компьютеры есть сегодня, тем больше уверенность находится в головах физиков, но они даже не подозревают физики, что сами математики не очень уверены в правильности их утверждений, когда есть компьютер, который должен проверять эту правильность. На этот уровень они не выходят, потому что физики относятся к математикам два типа чувства. Первое – это обожествление математики, то есть представление о том, что математика – это тот, кто умеет правильные вещи формулировать. В целом, как я говорю, к математике относятся, к математикам безусловно нет. Математики совершают огромное количество ошибок, которые время от времени находят и публикуют работы об исправлении ошибки теорийного человека. Другая область – это физики относятся к математикам с презрением, потому что математики не способны сразу понять, в чем же ответ. Математики говорят, что понять ответ, надо все-таки доказать, что он правильный, а физики они сразу видят. Известная история про Ландау. Ландау объяснял некий вопрос, он говорит, что х равняется у, равняется z, равняется еще чему-то и так далее. Очень длинная серия вычислений. В конце концов, он пришел к переменной, которая называется u. После чего он написал u равняется 2u. И на этом закончил свое выступление. Его спросили, уважаемые, как так можно, u не равняется 2u. Почему вы так написали? Он говорит, что это очень просто. 2u – это правильный ответ. Так вот, у физиков есть такая особенность, что они знают правильный ответ до того, как они начинают что-либо делать. Это характеризует хорошего физика. Математикам, безусловно, это раздражает, как можно знать правильный ответ, если вы не провели какой-то серьезный анализ ситуации. Физиков, безусловно, раздражает в математике то, что тебе требует что-либо доказывать, им это не нужно. Но это сразу проводит на грани определенные. То есть физики однозначно занимаются моделированием некоторой реальности, которую они сопоставляют со своими моделями с помощью эксперимента. И в последнее время компьютерного эксперимента, который подменяет все больше и больше эксперимент на живу. А математики живут вот в этом светлом здании абсолютных истин, которые они портят своим неумением следовать законам этого общества. То есть как люди, они все время и непрерывно, где бы то ни было, ошибаются. И чем более длинные доказательства, чем в большей мере можно ожидать, что они эту ошибку сделают, а потом иди исправляют. Ну, так и вернемся к тому же. Что же такое наука? Дает ли она истину? Как она соотносится с религией, с религиозной истиной? Каждый, тут есть локальная и глобальная точка зрения. Ученый, который находится в некоторой области, даже в такой смешной, как социология, уверен, что он занимается абсолютным истином. Математик, который на это смотрит, он после этого пребывает в хорошем настроении. Почти как еврея в России, прочитавшая газету «Правда». Я читал газету «Правда», поехал на работу, и у меня сразу повышалось настроение. Большего количества смешных вещей во время поездки на работу, если не было Жванецкого рядом, чем из газеты «Правда», получить было нельзя. Приблизительно то же самое у математика возникает ощущение, когда он читает работы по психологии, социологии, каким-то другим наукам, очень смешно. То есть, как это люди занимаются такой чепухой? И думают, что они делают утверждение, которое можно проверить. То есть, с точки зрения математики, там даже нет утверждений, которое можно проверить. С другой стороны, сами психологи и социологи активно пользуются математикой для того, чтобы создать ощущение у себя и у других, что их знания абсолютные. Они обожестрают математику в еще большей степени, чем физики. И даже уровень презрения к математике у них ниже, чем у физиков, поскольку они с математикой не могут конкурировать просто ни в чем. В отличие от физиков, которые реально решают дифференциальное уравнение быстрее и лучше. А психологи и социологи просто ни в чем. Кроме своей практической деятельности. То есть, если мы идем к практической деятельности и скажем, психолог, как говорится, психиатр, ему должен кого-то лечить, то математик может только принести вред, а психиатр реально может вылечить. Тут есть тоже некий парадокс. В нем все-таки к истинности. Дает ли наука истина? Я подозреваю, что... То, что я пытался сказать, что истина бывает в двух местах в этом мире. Или частично в математике, или у творца мира. Все остальное это вещи, которые достаточно динамично меняются как функции от времени. Давайте такой вопрос, который у нас еще есть. есть ли доказательства существования Бога или нет? Как вы относитесь к такой вещи, к доказательству существования Бога? Очень люблю эту тематику. Да, чем же? Ну, с моей точки зрения, масса вещей, которые таковыми являются. Ну, конечно, не в мире математики. Да, да. Но на уровне наук, занимающихся потоком сознания, очень даже ничего. Да, например. Окей. Вам говорят, что вероятность некоторого процесса равняется, скажем, 3 четвертых. Да. Мы знаем, что это 3 четвертых. Да. Но когда вы будете проводить эксперимент, вы увидите, что это все время отклоняется от 3 четвертых. Да. Но хотел бы я знать, кто это потом уравнивает на 3 четвертых. Нет. То есть, факт тот, что в физике... Если можно объяснить, то есть... В физике есть вероятностные законы. Вам говорят, что если вы будете подбрасывать монетку, то орел и решка выпадет с вероятностью половину. Да. Вы же не влияете на этот процесс. Представьте себе, что в течение часа у вас все время выпадал орешек. Вы же понимаете, что когда вы через несколько лет на это посмотрите, вы увидите, что количество орешек и орлов будет приблизительно одно и то же. Да. Значит, кто-то же вмешался, чтобы этот закон установить до конца. Вы понимаете, что все время в вероятностных законах происходит некое вмешательство, непонятно кого и непонятно как, которое эта вероятность добивает, доводит ее до того числа, которое мы знаем из науки. Вы понимаете, что нет никакого процесса физического, который следит более того. Если вы попытаетесь сказать, что если вы выбросили 100 решек, то обязательно выпадет орел, то это неправильно. Но, с другой стороны, вы знаете, что если вы долго будете ждать, то количество решек и орлов будет одинаковым. Да. Мне интересно знать, кто следит за тем, что их через большое количество времени количество будет одинаковым. То есть, ты знаешь, еще раз, то есть, это доказательство, что они бога стоят в том, что законы физики действуют. Я утверждаю, что поддержание вероятностных законов, я тут как бы уточню, то есть, поддержание вероятностных законов в их тонусе, в их форме, с моей точки зрения, однозначно свидетельствует о существовании некоторого внешнего интеллектуального источника, который следит, чтобы они выполняли. Когда он дает детерминистский закон, ну, вы относитесь к этому достаточно просто. Ну, ударили вы по мячу, и он полетел. Вы видите, кто, кто творец, и какое действие. Вы творец, вы ударили по мячу, мяч полетел, это действие. Но когда вам говорят, что есть процесс, который вероятностным образом следит за некоторой закономерностью, то нет. А это квантовая механика, все ли, да? Квантовая механика сложнее. Квантовая механика, есть вероятностные процессы до квантовой механики, есть в квантовой механике. В квантовой механике все гораздо хуже, чем в обычных вероятностных процессах. Хуже с точки зрения существования Творца. В смысле, лучше для тех, кто думает, что он существует. Да, почему? Почему? Потому что там вероятностные процессы другие. Были люди, которые говорили, квантовая механика, там процессы вероятностные, потому что есть какой-то параметр, которого мы не знаем. Нет, но это давно отвергнут. Правильно. Так я хочу сказать, что уровень запутанности вероятностных процессов в квантовой механике, он еще выше. Потому что есть процессы. И поэтому, я не понял, еще раз. Уровень, значит, в квантовой механике есть процессы, которые не имеют причины и имеют вероятности. А в статистической механике вы как бы считаете, что есть скрытый параметр, который просто не появился. Ну, например, когда вы подкидываете монету, то палец туда повернулся. Но он-то есть. Да, в статистической механике он есть, а в квантовой нет. А в квантовой еще хуже, потому что даже нет скрытого параметра. То есть, уровень вмешательства творца в эти процессы должен быть еще больше. Он происходит через совершенно непонятную вещь. Чем в статистическом. Чем в статистическом. Да. Но сам факт. И обычно люди считают, что... Я подведу итог так. То, что в квантовой механике, в квантовых явлениях после пересчета явлений статистическом происходят некоторые вероятности реализуются, само все показывают, что кто-то следит за этим вероятностями. Если я правильно понял наш вопрос. Это как бы ну вот такая вот спекуляция на тему о том, что вы могли бы попытаться доказать существование какой-то внешнеуправляющей силы. Да, но так все-таки есть доказательства или нет доказательства? Ну, на том уровне, на котором люди обычно что-либо доказывают вне математики, это очень точная блестящее доказательство. Ага, я подведу итог так. То есть доказательство существования Бога по уровню своей доказательности ничем не хуже, чем все прочие доказательства физики и других естеств. Ну, скажем так. Правильно я формулировал? Ну, я бы сказал мягче, если совместно социологией, психологией, историей и другими предметами, изучающими в университете, это просто абсолютная истина. В физике, окей, сопоставимо с тем, что они любят делать. Ага. Да. Но вы их не принимаете, доказательства? Нет. Ну, для меня, как для математика, доказательство вещь необязательная. Мне нужна вера. Мне хватает доказательств в моей ежедневной работе. Но так, чтобы поговорить с окружающими и обратить их внимание на то, что вещи, которые они считают противоречием существования Всевышнего, большинство людей считают, что наличие вероятностных процессов показывает, что никакого творца нет. потому что события случайны. Ведь базовый спор в чем? Люди, которые как бы верующие, говорят, что ничего случайного в этом мире нет. А люди, которые не верующие, наоборот, говорят, что есть случайные процессы, и это показывает, что нет Всевышнего. Я просто пытался показать некий другой взгляд, который говорит, что именно наличие вероятности, а не ее отсутствие, является серьезным признаком того, что есть внешняя управляющая сила. В публичных лекциях, в разговоре с людьми, мыслящими, обычными бытовыми категориями, я думаю, это выглядит как убедительное доказательство. С другой стороны, конечно, этим людям надо объяснить, что такое вероятность, и так далее, и так далее, что тоже займет определенное время. То есть, в этом есть некая спекуляция, безусловно. То есть, я предупредил это так. Само понятие доказательства меняется в разных науках. С точки зрения уровня, поэтому вопрос, существует ли лекарство бытия Бога, для нас, в том числе, в какой науке мы это и осматриваем. Математики, физики, или социологии, или биологии. И доказательства, которые можно было бы сформулировать, они примерно на уровне физики, они не доказательства с точки зрения математики, они более чем доказательны со стороны требований, применяемых к доказательствам в социальных науках, а физики, они примерно соответствуют. Но на самом деле само понятие доказательства просто является не абсолютным, потому что есть того, в какой науке мы доказываем. Я правильно понял? Абсолютно правильно. Я хотел бы застрелить этот момент. Нам говорят, что наука это то, что выдвигает некое утверждение, которое можно проверить экспериментально. Да, такое представление науки по крайней мере обычное. С моей точки зрения, экспериментальная проверка феноменального по глубине факта, что есть вероятностные процессы с устойчивой вероятностью, является однозначным доказательством существования Творца. И это экспериментально доказывано, потому что вся физика построена, особенно квантовая механика, на том, что есть процессы, где неким образом стабилизируется эта самая вероятность. Никаких супергравитационных волн и еще какого-то безобразия, который следит за этим, не открыт. Поэтому единственная рабочая гипотеза, которая есть на сегодня, это то, что есть внешняя интеллектуальная сила, которая следит за соразмерностью этих процессов. Да, но важно ли вам какие-то доказательства? Или вам, на самом деле, по жизни совершенно это не важно, а вы верите в религиозную позицию по выбору, собственно? Да, мне не важно. Не важно почему? Потому что вы не физик, а математика. Да. Потому что для меня, как для математика, то, что я вам рассказал, это некая спекуляция. Если бы я был физиком, наверное, я бы был потрясен глубиной своей мысли. Верно. В этом разница. То есть, а будущим математикам я отношусь к этому, ну, к очередному соображению. Ага. Но тогда важно для вас самого, для самого себя доказательства сочетания Бога? Или просто это выбор, который мы делаем зависимо от доказательства? Нет, я тоже решил. Ага. А почему так решили? Может быть, это не... А вдруг отказывается, что это не так? Все что угодно может быть. Я уже так решил. Это мое решение. Поскольку, на мой взгляд, это серьезно недоказуемое утверждение, или уж по крайней мере недоказуемое в более-менее принятых терминах. То есть, даже то, что я вам сейчас сказал, поставлено много экспериментов, что непонятно, кто следит за вероятностью. Но завтра вы обнаружите какой-то суперфотон или еще что-то, что да, следит за поддержанием этой вероятности. Все, что я вам сейчас рассказал, будет гораздо менее впечатляюще. Да. Мне это среднее все равно. То есть, я думаю, что это вопрос достаточно бездоказательный, вопрос веры и выбора.